На врате сегодня есть хоть один человек, который никогда не читает газеты, но было в ажиотаже, когда семья выписывала по 3-4, а то и больше в данном уже нема. По что вы искренне, годами застаются пустыми. Обмерковать перспективы СМИ, главные редакторы региональных газет приехали в Речицу. Неопочную чергу по той причине, что местовые дня проведут газеты в значной ступени показальные, и таражи тут не самые маленькие, и гроши зараблять могут. Правда, зарабить это за нас совсем непросто. Это ранее была у всего одна районка и никакой конкуренции. Теперь необходимо постоянно доказывать свой профессионализм. С водовецкой справой так само не все так просто. У Речи есть буйные полиграфичные предприятия, которые так само затекавлены от реманной прибытии. И тут необходимо шукать свою нишу. Мы как-то однажды проиграли один тендер. Ну что ж, конкуренция есть конкуренция. Но преимущество наше в том, что мы хорошо знаем свой регион и работаем на потребности внутреннего региона. Мы издавали книги для наших субъектов хозяйствования, а также по заказу районного исполнительного комитета. Поэтому мы работаем на наш внутренний районный рынок. Мы, думаю, мы небольшие конкуренты для издательских домов. Хоть только проблемами региональных СМИ у Речицы не обмежавалися. У Речи, а прича местовых, есть проблемы, агульные для усих. Керавництва Белорусского союза журналистов, кажа у приватности, а в так званой «Жан-ночай журналистыце» переважная большинство сегодняшних корреспондентов «Жан-чины», гад отбивается на специфицы материалов и кадровой полицыцы. Есть претензии и доякости подрактовки молодых специалистов. Сирот агученных проблем так само. Необходность переходу на новые формы подачи материалов, когда районка выходит только 2-3 раза на неделю, опубликованные на ее сторонках новины вызначаться оперативностью явно не будут. Важно, чтобы в ней были не только новости, но и анализы этих новостей. Сегодня мы видим, что интернет в этом проигрывает. Он, да, быстренько реагирует на события, которые происходят, но он не делает их анализ. А людям все-таки требуется какая-то подсказка, они ждут ее со стороны СМИ. Так было всегда, так будет и дальше.